Мел, доктор Мел. Куда ставить-то? Вот, вот, давай, я сейчас напишу. Жень, ты же нормально когда-то сидишь, да? Нет. А какая была тема? Я всех запомнил. Да, вот, вот. Задавайте все вопросы. А какая была тема? Основной инстинк. А, я понял. Я все ее раскрою. Нет, там просто было очень долгое вступление на тему самого страха. Видимо, вы готовили аудиторию к тому, что вы очень переживаете, и чтобы мы были добры, но мы и так добры всегда, да. Мы всегда добры, поэтому единственное, что можно было бы сразу, как меня однажды научили, ну, если очень волнуешься, не надо говорить аудиторию, что очень волнуешься. То есть, можно, врать надо уверенно, врать надо... Я всегда говорю, что волнует, поэтому я вот себе такое... Основной инстинкт. А где вы черпали знания об этом? Ну, в качестве подготовки. Ну, да, откуда информацию убрали? А википедия, сайты, чтение, видео, фильмы, взрослые фильмы? Я говорила там только об ученых основном. Какие-то исследования? Ну, да. Но я не могу сказать, что они 100%. То есть, я брала это из интернета и там, насколько действительно они определяют. А написано, что все прям... Ну, я так понимаю, вы взяли основной инстинкт через... Нашли исследование, что есть по анализу, что могут две особи найти. Ну, а, ну, окей. Хорошо. Я тогда за подготовку поставлю четыре, потому что тут надо, наверное, было шагнуть чуть шире, потому что... Ну, я понимаю, в чем смысл выбора по анализам. Они, видимо, берут эволюционно там эту особь, эту особь. Вот у вас будет сильное потомство. Без отсылки на то, что мозг такую особь может просто не принять. Ну, условно говоря. Ну, да ладно. Невербалика тоже четверка. Здесь все нормально было, несмотря на волнение. Если, кстати, вы бы не говорили о волнении, я бы не понял, что вы так сильно волнуетесь. То есть, и тут была... Больше ты такой напряжен. Так, сейчас бы чего не ляпнуть, а то расплачется. Она сказала, что расплакаться может, поэтому тихонечко сидим. И здесь только просто поэтому. А так с невербаликой все нормально. Стоите, рассказываете, на людей оглядываетесь, что-то говорите. Я говорю, я просто не уловил тему, что она основной инстинкт. Может, ее надо было обозначить просто. У меня основной инстинкт. Кто еще не уловил тему? Нет. Ну вот, я не один такой. По лексике я вообще проблем никаких не видел в ярких таких выраженных. Что-то там, экать-быкать, шпаргалка. Ну, шпаргалка и шпаргалка. Господи, это ничего страшного, мне кажется, нет. Эмоции. Эмоции, 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 эмоции. Не, польза 5. Я не знал, что по моче можно выбирать половинку. Да. По крайней мере, на уровне оплодотворений. По эмоциям. По эмоциям. По моим. По эмоциям, а вы свои? Нет, что у меня получилось. Ну, то есть, мне было интересно. Ну, наверное, 4 просто поставили. Да, мне было интересно, но я говорю, тут... Это по 10-балльной, что ли? Не, а, не, это все по 5-балльной. Я... От 0 до 10, где 0 является кошмар, такой никогда больше в жизни нельзя. А 10, это самое лучшее восприятие, которое я видела, когда они обстоят. Восемь, девять, девять, восемь. Тогда так. Ну, теперь я знаю, что я буду... И у меня история целая появилась. Я могу людям в мир нести. Вы знали, что можно, если человек приходит ко мне и говорит, я не знаю, как девушку найти, мне плохо, я ему... Вот тебе баночка. Вон там третий кабинет. Через недельку тебе... Не, можно, можно и с ней. Александр, с той же стороны. Сидишь, знакомишься с девушкой в баре, и в какой-то момент свидания протягиваешь и баночку видишь. А можешь мне какую-нибудь тему прямо сейчас дать? Ну, в смысле, сходу. Я просто так много читал обо всем об этом. Исследования про мозг. Ну, все, что связано. Мозг, секс, как выбирается партнер, как он унюхивается, почему нет смысла выбирать только по душе. Ну, в общем, вот это все. Любую тему сможешь? Вот такая тебе стрессовая ситуация. Придумай тему спикеру. Сексуальная совместимость полов. Прекрасно. В смысле разных, я надеюсь, да? Мы же не можем... Да. Сексуальная совместимость полов. Я сторонник того, что в первую очередь за все в нашей жизни отвечает мозг. Все вот эти песни про сердце, про душу, про органы, про центры энергии. В любом случае, все закрыто в черепной коробке, оно там в тишине, в жидкости плавает. Все, все процессы происходят там. Человек не выбирает сердцем, все это интуиции, все вот эти животы, все находится в голове. Так вот, сексуальная совместимость. Безусловно, эволюционная составляющая, вообще величайшая штука. Это только из исследований, сколько мужчин сейчас воспитывать не своих детей, и процент постоянно растет, как раз вот об этом. Потому что женщины интуитивно умудряются выбирать эволюционно, с кем делать потомство. Но, как правило, с рокенролльщиком, который такой прям, все, фигура вообще идеальна, чтобы сделать, растить с ним, естественно, не надо. Поэтому по части воспитания могут... Это статистика, Константин, что вы выкиваете головы? Эта статистика, к сожалению, ужасающая. А мне так перед сумасшедшим сейчас происходит. Да, но дослушайте меня. Так вот, сексуальная совместимость. Штука в том, что помимо эволюционной составляющей, запахов, красоты, у нас есть какие-то принципы, у нас есть вера, у нас есть социальное воспитание. И вся наша совместимость сводится к тому, что что в нас с детства вложили, что мы где воспитались, у нас есть образ красоты, который мы себе придумали. Потому что они в разных странах, в разных культурах абсолютно разные. Поэтому мы к себе выбираем в пару человека, который нам кажется максимально красивым. Или мы убеждены, что он максимально красивый. Желательно, чтобы он нам еще подходил по запаху. Это тоже научно доказано. Есть ряд вообще исследований, что мы по запаху... По запаху это когда, ну, не знаю, вместе... Потому что обонительная система, это система изначально эволюционная, как защитная, как организм. То есть мы носом чуем, что это как вот продукт понюхать. Если вот в ковид, когда у вас нос отключен, и вы не унюхали, что у вас тухлое яйцо, реальная история, человек отравился, он просто из-за отсутствия обоняния съел гадость. Отравился сильно в ковид, когда болел. Поэтому обонятельная система, это безопасность организма. И когда ты чувствуешь, что человек очень-очень, вот прям не твой, ну, бывает такое, по запаху не твой. Сидишь и прям не твой. Не твой человек. Фу! Ну, фу! Поэтому девушки, которые опрыскиваются вот этими вот кучей духов, слой, вот этот выставляя огромный слой защиты на себя, они могут ошибиться в выборе, точнее мужчина может ошибиться в выборе, взяв их на химические тестостероны, эти ферменты. Поэтому, по поводу чуши, это неправда, Константин? Сексуальная совместимость есть, и не надо ее отрицать. Спасибо. Спасибо тебе большое, Александр. Подготовка ноль. За этот экспромт, да, я у тебя заберу микрофон, это самое худшее выступление Александра, которое я видел. Саш, прости, но это правда. Пожалуйста. Выключаю.